Добрый вечер и приветствую всех на этом канале. Это видео я хотел выпустить еще перед Новым Годом, но из-за того, что я ленился, вышло оно уже только в этом году. Сегодня у нас на обзоре легендарная игра Far Cry 3, легендарная игра серии, но перед просмотром этого видео подпишитесь на мой канал в Телеграме. В прошлом году этой игре исполнилось уже 10 лет, тем не менее, многие игроки считают эту игру лучшей в серии игр. Я не особо-то и знаком с этой серией игр, по факту я играл только в две игры серии Far Cry 3 и Far Cry 5, и познакомился с Far Cry именно с Far Cry 5. Поиграв в Far Cry 3, я действительно заметил, что у игры замечательный геймплей, даже несмотря на то, что игре уже исполнилось больше 10 лет, и что в игре отличный сюжет, и что в игре множество запоминающихся персонажей, в том числе и главный герой, в отличие от Far Cry 5, а там у главного героя даже имени нет. Да и в принципе, в Far Cry 3 игра сама по себе добротная, но идеальных игр без единого недостатка не бывает, но об этом позднее. Итак, начнем с того, за что ценят эту игру, это сюжет и хорошо проработанные персонажи. Но я думаю, мимо с фаасом знают практически все, и даже те, кто не играл в эту игру. Все персонажи проработаны, да, далеко не всегда в играх так прорабатывают все персонажи, так что в этом плане игра также на уровне. Да-да, вот после такого и задаешься вопросом, как в Far Cry 5 получился настолько плохим с точки зрения сюжета. Да, в Far Cry 6 была попытка в какой-то мере скопировать сюжет, но в Far Cry 6, само собой, уже и близко не получилось ничего подобного. Ну, в любом случае, лучше, чем в Far Cry 5, а вот в Far Cry 3 персонажи крайне харизматичны и из-за этого запоминаются. Можно долго рассуждать про персонажей, но куда лучше просто поиграть самому в эту игру, поверьте, персонажи запомнятся вам надолго. То есть, даже если посмотреть на сам сюжет Far Cry 3 в начале игры, есть предыстория, где рассказывается про второстепенных персонажей. Притом, персонажи сами по себе весьма интересны и харизматичны. Жаль, что такого не скажешь про Far Cry 5. Там сюжет, можно сказать, для галочки. Чисто для галочки, как и второстепенные персонажи. Просто, чтобы были. А вот теперь про геймплей в этой игре. Тут всё прекрасно. Нет, понятно, что чувствуется, что игра не новая, но сам по себе геймплей ничуть не хуже, чем в современных играх. Причём, почему Far Cry 3 стал легендарной игрой серии? Это одна из тех игр, на которую стали равняться разработчики других игр. Эта игра относится к играм-песочницам в открытом мире. Собственно, ничего удивительного для серии игр Far Cry. Тут уже самое интересное в игре большой открытый мир. Причём, мир наполнен всякими активностями, большая фауна. И вот в чём прикол? С момента выхода Far Cry 3, эта серия игр никак не изменилась. А в каких-то моментах даже стало хуже. После Far Cry 3 вышел Far Cry 4, который был с неплохим сюжетом и геймплеем, а дальше... А вот далее, серия игр стала деградировать. В том же Far Cry 5, главный герой даже не разговаривает. У него нет даже имени его, да и всё. А геймплей такой же. Также есть прокачка персонажа, большой открытый мир. Просто, блин, я даже не знаю больше того. Физика машин в этой игре, вышедшей в 2012 году, ощущается почти так же, как и в Far Cry 5, вышедшей в 2018. Ну, тут опять же, она в принципе неплохая, поэтому какая разница? А теперь самое смешное. Это квадроцикл в игре Far Cry 3. А вот квадроцикл в игре Far Cry 5. Есть разница? Нет. Разве что, кроме того, что просто в пятой части графика лучше, вот и всё. Вообще, уже во время монтажа заметил, что всё-таки они отличаются. Но, тем не менее, что я точно заметил, это то, что в Far Cry 3 детализация лучшей. То есть, они тупо заимствуют из старых игр вообще всё, не развивая при этом новые игры серии. То есть, по факту, единственное положительное отличие Far Cry 5 от Far Cry 3, это то, что в Far Cry 5 нет вышек, при помощи которых надо открывать карту игрового мира. Что действительно неплохо, так как в Far Cry 3 меня это жутко бесило, как и многих других игроков. Во всём же остальном, игра абсолютно такая же. В итоге, эта серия игр просто скатилась, вот и всё. А вот теперь поговорим про графику в этой игре. Собственно, в ней и есть главный недостаток игры. И я уже вижу, как вы пишете комментарии, игре уже 10 лет, что ты хочешь вообще? Но, подождите, дело не в самой графике, нет. Если взглянуть на игры, вышедшие примерно в то время, то можно легко понять, что графика тут нормальная. Более чем нормальная, но дело не в этом, а в том, что в этой игре какая-то странная цветовая палитра. Буквально через час игры у меня просто начинали пустовать глаза. Причём тут вспоминается другая игра, Doom Eternal, про которую тоже многие говорили, что в этой игре слишком яркие цвета и всё такое. Но лично от этой игры у меня глаза не устают. А от Far Cry 3 ещё как. Я просто не мог играть в него больше часа, так как просто уставал. Причём, когда рассказал об этом другу, он сказал, что мне просто не понравилась игра. И я решил придумать ей недостаток. Нет, понравилась, хорошая игра, но картинка просто отвратительная. Но вот слишком яркая. Поэтому, пока я не зашёл в настройки игры и не сделал её менее яркой, в эту игру вообще было невозможно играть. Так что, если вы сталкивались с этим, напишите в комментариях. Или, может, вы замечали это в других играх. Так что, на мой взгляд, это, конечно же, огромный недостаток у этой игры. Хотя, насколько я знаю, некоторые этого даже и не замечали. А вот теперь подведём итог этого видео. В Far Cry 3 игра хорошая, очень хорошая. Ведь это та игра, которая в какой-то мере даже изменила игровую индустрию. Многие игроки считают эту игру лучшей или одной из лучших серий игр. И, наверное, действительно так и есть. Единственная ложка дёгтя в бочку мёда, это отвратительная цветовая палитра в игре. Ну, а во всём остальном игра достойная. Но знаете, что грустно? Грустно то, что эта серия игр могла развиваться и приносить в игровую индустрию что-то новое. Но окей. Да, я понимаю, что у каждой серии игр есть более удачные части, менее удачные части и так далее. Тем не менее, Far Cry 3 это та часть серии игр, что задала высокую планку. А что дальше? Дальше был Far Cry 4, который был неплох. А дальше? Всё, серия игр начала просто деградировать. Эта серия игр превратилась в конвейер. А именно конвейер губит замечательные серии игр. Так как их начинают выпускать как можно чаще. Возможно, многим покажется, что всё видео я сравниваю Far Cry 3 и Far Cry 5. В какой-то мере, да, это так. Far Cry 5 это первая игра серии, в которую я поиграл. Поэтому запомнилась она мне больше всего. И если кому-то могло показаться, что Far Cry 5 мне очень не понравился, то нет, мне понравилась эта игра. Да, в ней отсутствует сюжет, в ней отсутствуют нормально проработанные персонажи. Но это по большей части игра песочница, чтобы просто развлекаться. Да, у неё одна задача развлекать игрока. А нет, у неё задачи рассказать какую-то интересную историю, показать интересных харизматичных персонажей. Это игра просто для развлечения. Тем не менее, Far Cry 3 справляется с двумя этими задачами. С одной стороны, Far Cry 3 это игра песочница с большим и живым открытым миром. А также прекрасным игровым сюжетом. Так что, если вы не играли в Far Cry 3, то поиграйте. Игра неплохая. Специально для моих постоянных зрителей, если кто-то помнит, у меня на канале где-то 3 месяца назад выходило видео про вот эту вот игровую мышку. Это моя игровая мышка Logitech G403, в котором я сказал, что эта мышка мне не особо понравилась. В общем, в общем, что с ней стало спустя где-то 4 месяца использования, вы узнаете, если посмотрите видео в моём телеграм-канале. Да, специально для своего телеграм-канала я записал небольшое видео, где рассказал про эту мышку спустя где-то 4 месяца использования. Так что, если вам интересно, то переходите в мой телеграм-канал. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и спасибо за просмотр. Всем пока.